Площеносная ящерица Зачем ей нужен на голове такой большой и красивый воротник? И какие еще интересные факты известны об этой потрясающей ящерице? Из-за своего необычного внешнего вида, площеносная ящерица пользуется большой популярностью у любителей террариумов. Ее родина – Австралия и Новая Гвинея. Там она обитает в сухих лесах и лесостепях. Самцы, живущие в Австралии, могут достигать до 1 метра длины, а обитающие на Новой Гвинее – до 80 сантиметров. Но две трети длины ящерицы – это хвост. Окраска тела зависит от окружающей среды. Чаще всего цвет совпадает с цветом опавшей листвы – коричневый, золотистый, желтоватый, серый и тому подобное. Площеносная ящерица – одиночка. Большую часть времени любит проводить на деревьях. Там же ищет свою добычу. Правда, если еды становится меньше, то на ее поиски она спускается на землю или же перебирается на соседнее дерево. Площеносная ящерица охотится на насекомых, пауков, мелких млекопитающих и других ящериц. Очень любит птичьи яйца. Чтобы лазать по деревьям, ей нужны невероятно сильные конечности. И действительно, у нее очень сильные лапки. Эти лапки заканчиваются очень острыми и цепкими когтями. А теперь разберем ее красивый плащ. Или, как говорят некоторые, воротник. Именно из-за него эта ящерица получила свое название. Плащ ящерицы не всегда раскрыт. Обычно он аккуратно сложен на голове в виде большой кожаной складки. Эта складка наполнена кровеносными сосудами. В момент опасности ящерица раздувает ее и изменяет цвет. Поэтому визуально становится больше. Так она отпугивает хищников. И чтобы оказаться выше, она остановится на задние лапы. Приведя противника в замешательстве, сама быстро убегает на двух лапах. Плащ и пасть ящерицы тесно связаны друг с другом. Чем шире раскрыта пасть, тем сильнее раскрывается кожистая складка. У плащеносной ящерицы в горле есть особая мышца, при напряжении которой в движении приводятся отростки подъязычной кости. Раскрытый плащ может быть диаметром 30 см. В центре этого воротника виднеется огромная раскрытая пасть. Если же ящерица поднимается на задние лапы, то становится очень устрашающей. Некоторых противников ящерицы этот прием отпугивают сразу же. Но плащ нужен не только для отпугивания. Ящерица использует раскрытый плащ для регулировки температуры своего тела. В утренние часы пока прохладно. Она с помощью капюшона ловит солнечные лучи. А днем при перегреве охлаждается. Так что плащ ящерицы это одновременно и солнечная батарея, и система охлаждения. Согласитесь, что такой плащ это невероятно крутой механизм. Но у такого плаща есть еще одно предназначение. С его помощью в брачный период самцы привлекают внимание самок. В дикой природе размножение ящериц приходится на период с августа по декабрь. После спаривания самка откладывает в неглубокую ямку, выкопанную в сыром песке. От 8 до 14 яиц. Через 10 недель на свет появляется потомство. Каждый континент необычен своей природой. Но Австралия в этом отношении просто уникальна. Она очень сильно отличается от других материков. Животный мир, который встречается здесь, не встречается больше ни в одном уголке мира. Плащеносная ящерица дополняет богатую фауну Австралии своей оригинальностью и уникальностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok